Итак, все лоты черного рынка совпали, те которые типа предсказывали инсайдеры. Остался последний день, многие разное гадали, думали что ЕБР будет, но ВГ и тут смогла удивить. Последним лотом были все угнанные лысого танки, которые продает не лысый. Но продает не просто так, а продает ключ доступу к ангару. Там ты открываешь этим ключом доступа за 5к золотых, а выпасть может все что угодно. Ну может конечно выпасть колесо, это да, удачная покупка, но кое-кому выпала арта левша, арта второго уровня секстон, какой-то пазик третьего уровня и еще парочка ненужных танчесов. Ну например выпал 1357 гранд финал, хотя обычный 1357 у игрока уже есть. Ловко, да? А выбрать можно только какой-то один лот из этих пяти. Да, ты их не просто выбираешь, ты их покупаешь за серебро. Как писали игроки, был шанс получить прям 8 уровня, но выпало одно говно. Да, вы можете за серебро еще 4 попытки взять, как я понял. Кому-то даже с четвертой попытки золотой Тай 59 выпал. Золотой Вэффендрагер, правда, не выпал никому. Короче, так красиво еще не разводили, это прям шедевр. Когда ты понимаешь, что тебя нагревает, но тебе это нравится. Ну и да, были среди тех, кто в это мини казино с ангарами выиграл колесоид. А у вас как выпало? Пишите, что, как, получилось и не прогадали ли. А пока посмотрим отличный бой на ЕБРе, который мог бы и вам выпасть. В начале боя автор реплеев врывается на центр, где склистнулся один на один с прокачиваемым колесоидом. И вот вроде бы, прямо же не должны быть лучше прокачиваемых танков, но кто скажет, что Линкс лучше ЕБРа. Минус противник, а потом в кусты и собирает плоды подсвета. В какой-то момент, 122ТМ противника решил упасть в русло, видимо, чтобы запинать 49-ку. И это стало знаком для автора реплея, он решил пострелять по тяжу. Но пробития не хватает. Внезапно союзники кучно напали на 122-го. ЕБР даже помочь не успел. Ну вернее, он попытался, но опять не пробил. Ну и вот, вроде бы, насовали 122-му. Но тут же поехали и упоролись на противников. Остался пока только Е-75. ЕБР пишет в чат, хватит сосать. Сам же пытается пробить в борт Е-75. Потом попытался в чариотир попасть. Не получилось, еще и подсветился. Ну и да, Е-75-й союзник его не послушал. Так и отлетел в ангар. А это значит только одно. Эта позиция себя исчерпала. Сейчас в русло повалят супостаты. Ну и да, вон Абла противника. Какую-то дичь творит. Можно ее помучать через Аблу и уйти с центра. Но, во-первых, Аблу уничтожает. Во-вторых, он в подсвете. Но это же ЕБР. Так что, не боясь, выезжает и на полном ходу уходит. Да, счет 3-8. Проверяет, не едут ли с горки противники. Фланги все прорваны. Только тяжи держатся. Но сначала надо арту спасти. В засвете гвардеец. Дважды пробивает. Сближается, чтоб добить, но арта справляется. Правда, одну арту потеряли. Ломает домик, но потом себе пригодится, когда сбивать надо будет захват. Ну и остается тут пока в кустах, на подсвет. И вот хомяк показался. На автоприцел за двойные кусты. Арта добивала, но второй раз пробить не получилось. Снова подсвечивает и видит Т-92. К тому нормально союзники накидали. Ну и добивает легкий танк. Еще снарядик по хомяку. Тот отступает. Потерял всякое желание атаковать. Отлично, это хорошо. Моральный дух противника сломлен, несмотря на то, что они ведут в счете. Тем временем те же окружают чериотир, и по нему есть отсюда прострел. Опять же автоприцел. Выцеливать там в ПТшке ничего не надо. Старается держать и хомяка в подсвете, но то все-таки прячется. Снова смотрит на чериотир, и там что-то мешает прострелу. И тут получает от арты. Ну это ничего себе, прорисатель там играет. Как он так угадал-то? Наконец-то находит прострел по чериотиру. Того заслоняет Е-75, которого в борт на ЕБРе не пробить. В засвете ЦС поляк уже подкрался незаметно. Следующий барабан по ПТшке. Ну опять куда-то снаряд пропадает один. Но следующим снарядом уже добивает. Потом опять поляк в засвете. Который танканул получил, но все равно едет вперед, несмотря на то, что шутный. Вот это характер. Ну доехать у него не получается. И даже подсветить ЕБР. Остались они вдвоем с тяжем. У 2.57 довольно много к ХП. Шансы есть. Двухстолку никак не пробивает. Так что едет поближе. Возможно Е-75 получится в борт. Нет, без шансов. А тут же еще и хомяк. Отпугнул его. И кажется 2.57 сейчас придет конец. Надо спасти. О, Е-75 кормой. Это шанс. Есть. Это было архиважно помочь союзнику. И снять одного из противников с него. Теперь он может пробовать танковать двухстолку. А авторплея едет за хомяком. Которому едет помогать уже и арта. Ну, хомяк все равно в ангары отправляется. Для арты заряжает фугас. Давай, до свидания. Ипсей за дом. И далее едет за артой. Внезапно для себя находят ее очень близко. Но еще находят и объект 430. Который, кажется, АФК. Снова фугасы в дело. И минус еще одна арта. Понимая, что мимо объекта без подсвета за арту он не проедет. Да и вообще решает помочь стяжем. Продолжение следует... Но не успевает, а его уничтожает. Правда, его маневр оказался неожиданным для всех. Арта перед носом, но игрок очень внимательный и замечает, что тяж-то к нему, кормой, такой шанс упускать нельзя. И он не упустил его. Теперь арта в упоре. Отсвечивается, разрывает дистанцию. И это просто избиение слепых хотят. Правда, еще бы попадать надо. Ну и последний фугас, последнюю арту. Теперь еще фуловый объект 430. А у ЕБРа всего 13 снарядов. Хватит ли выстраиваться за его кормой, с надеждой критануть и поджечь? Ну, снарядов оказывается даже с излишком. И он решает взять медальфадина. Правда, тут тоже рискует. Альфа могла вылететь. Но повезло. В отличие от прошлого героя. Тут и не поджог, и альфа не вылетела. Все четко оказалось. Субтитры создавал DimaTorzok